Уже более 150 тысяч человек являются клиентами сети магазинов Титан. Искал ноутбук для ребенка и нашел то, что надо в Титане. Получилось в два раза дешевле, а состояние как у нового. Титан. Для всех и каждого. Всем подъездом оказались на улице жильцы дома номер 20 по улице Романа Ердякова. На четвертом этаже загорелся электросчетчик, который заменили всего меньше месяца назад. Из-за чего произошло ЧП, мы попытались ответить в рубрике «Сводка». По информации очевидцев, сгорели электросчетки с четвертого по седьмой этаж. Всех жильцов в подъезде эвакуировали. На улицу вышло около 55 человек. В итоге закоптили стены, оплавили щечки, приборы и провода. Здание отключили от электричества, и жильцы на несколько часов остались без света. Пожарные подали на место ЧП воду, также огонь тушили огнетушителями. По предварительной информации, пожар произошел из-за того, что во время высокого напряжения не сработали автоматы. По данным управляющей компании, электричество в доме до конца дня должны были восстановить. Кстати, в июле этого года вышел закон, по которому энергосбытовые компании обязаны осуществлять замену и вводить в эксплуатацию приборы учета электроэнергии. В конце сентября в этом доме поставили новые счетчики. Житель Подосиновского района предстанет перед судом за убийство своего соседа. Напомним, 3 апреля в деревне Вайканица жительница обратилась в полицию и заявила, что ее муж пропал. Через два дня тело мужчины нашли в подпуле дома его соседа. Выяснилось, что 48-летний обвиняемый выпивал и отмечал свой день рождения с гостями. Под конец торжества остался только 33-летний мужчина. Из-за ревности именинник повздорил с соседом, хозяин дома взял нож и несколько раз ударил потерпевшего. Вскоре тот скончался. Обвиняемый испугался ответственности и спрятал тело, но вскоре его задержали и арестовали. Он во всем сознался. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела направлены в суд. Полиция и волонтеры разыскивают 57-летнего Плотникова Владимира Николаевича, житель поселка Верхняя Валманга Апаринского района. Предполагается, что кто-то из водителей мог видеть или подвезти мужчину. Всем, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просьба обратиться по телефонам, указанным на экране. Сергей Пичугин, место происшествия. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok